Друзья, мы продолжаем читать замечательную книгу Гачева. Трехчлен грамма уравнения трагедия. Трехчлен второй степени х квадрате плюс пх плюс q в сравнении с уравнением х квадрате пх плюс q равно 0 свободен от ж для любых значений х, тогда как уравнение есть повеление х быть именно таким, а не иным, есть сфера судьбы, необходимости, ибо выражение приведено к небытию, поставлено на грани бездны в качестве последнего предела бытия, которое здесь на стыке с ничтом, авторское склонение, должно быть особенно жестким. Вообще всякая определенность вырастает в значении и градусе в соседстве с небытием, так и характер и суть человека в соседстве со смертью окончательно и жестко определяется, фиксируется. Рагедия поэтому есть уравнение, где на одной половине 0 небытие, потому что все члены выражения должны быть четки и необходимы, а не расплывчатые. Расплывчатые характеры, как в литературе XVIII-XIX веков, не дают сочиниться трагедии, ибо настоящее выражение должно быть выражением судьбы. Но и свободный трехчлен имеет корни, то есть свою судьбу, ибо те его значения, при которых он приводится к смерти, то есть к нулю, корни Ахиллесова, Пята и Кащеева, и Глад трехчлена, тайны его уязвимости. Так трехчлен X-3X плюс 2 таит в себе свою погибель, а именно когда X равен единице, или X равен двойке. Тогда X в квадрате минус 3X плюс 2 равно нулю. То есть корни трехчлена, то есть корни трехчлена находится, если его превратить в уравнение. Рехчлен Дерама, уравнение трагедия. Решение Дерамы многозначное и шапка по результатам. Открыто. Решение трагедии однозначно и закрыто. Но трехчлен может и не иметь корней, то есть необходимых ей своих Кащеевой смерти. Но только свободное решение. Это когда дискриминант D, B в квадрате минус 4, C меньше нуля. Меньше нуля. Давайте вернемся к этому небольшому отрывку. И Гачев тут показывает, что член это рама, уравнение трагедия. То есть здесь ничего не происходит, а здесь именно приводит к смерти. Поэтому он сравнивает с трагедией. Ноль как ничто, как небытие, как смерть. Ну, соответственно, Кащеева царства, Кащеева игла, Кащеева... Кащеевое яйцо. Вот. Корни, то есть имеют свою судьбу. И вот это корни, это Ахиллесово петал, то есть они приводят уравнение к нулю, к смерти. Ну, в принципе, тут особо больше. Ну, и тут важно запомнить, вспомнить со школой математики, что из комбината равен b в квадрате ныне 4ac меньше нуля. То есть если меньше нуля, то свободное решение. Решение свободное. Если больше нуля, то решение трагедии однозначно и закрыто. Ладно. Пойдем дальше, но уже в следующем видео. Тоже задавайте свои вопросы по математике, по другим точным наукам. и мы движемся дальше. 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 Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!